Двор около дома 87 по улице Школьная. Детские горки и качели заросли бурьяном, с хоккейной коробки облезла краска. Специальных уличных тренажёров и вовсе нет. Не было. Скоро всё изменится. Сегодня здесь самые масштабные работы по благоустройству во всём видном. Будет построена универсальная детская площадка стоимостью более 3 миллионов рублей, по аналогии как у кинотеатра «Искра» межквартальная. Будет построена стоимостью 2 миллиона рублей. Это спортивная комплексная площадка. Будут построены тренажёрные ещё площадки. Отремонтирована хоккейная коробка. Существующую детскую площадку скоро обновят. Выложат специальное мягкое покрытие. Незабыты и автомобилисты. Во дворах расширят прежнюю часть, заменят бордюрный камень. Оставлять машины во дворе теперь придётся по-новому. Ещё совсем недавно вот здесь везде стояли гаражи из лёгких конструкций. Так называемые ракушки. Их владельцы зачастую не оформляли необходимые документы. А сами конструкции портили вид двора. Сейчас они уже убраны. Вот это один из последних гаражей. Вместо них во дворе появятся специально оборудованные парковочные места. В том числе для людей с ограниченными возможностями. Всего парковочных мест будет 380 на 2500 жителей. Масштаб работ диктуют сроки. Раньше 1 сентября сделать не получится. Жителям этих домов по проспекту Ленинского комсомола повезло больше. Закончить благоустройство их двора должны уже через две недели. Здесь также расширят прежнюю часть, оборудуют места для парковки. Существующие детские площадки отремонтируют, спортивные построят. О ремонте у каждого жителя своё мнение. Деревья оставляют. Посмотрите, насколько у нас там загущенность. Там одно дерево нужно было убрать. И не следят за ними. А сейчас пересадили, а они пропали. А то, что увеличивают площадь для машин, это хорошо. Хорошо, потому что вот там дома тренажеры есть. Всегда ходили, завидовали, смотрели. Я поддерживаю. Тем более у меня дети, они будут заниматься. Чтобы заниматься было удобнее, во дворе меняют освещение. Мачты уже установлены. Осталось прикрепить несколько недостающих светильников. Впереди подключение и наладка оборудования. Пока всё идёт по плану. Александр Русков уверен, помешать строителям может только плохая погода. Пока прогноз благоприятный.